всем привет снова печка снова за окном темно дрова трещат как и положено в общем все хорошо а еще лучше когда рядом любимые пластинки не скажу что любимой группы скажу любимые пластинки потому что далеко не все пластинки группы pink floyd мне нравятся в отличие от массы почитателей этого изумительного английского коллектива но что касается первых двух альбомов это без вопросов это на мой взгляд и не только на мой это шедевры неприходящие ну особенно конечно первые the piper the gates of dawn который является если это не то что главой какой-то и ступенью в рок-музыке а является одним из одной из величайших записей музыки 20 века вообще всей музыки не только вот той что мы называем урок это удивительное композиторское достижение и не только композитор а достижение в плане звука в плане работы со звуком музыка это что такое это звук да в первую очередь а дальше мы уже будем разбирать структурированный звук сказать мелодия гармония но есть музыка и без мелодии есть музыка и без гармонии музыка очень разная есть китайская музыка есть индийская музыка есть африканская музыка который очень много всякой разные да и есть эскимосы у нас есть много чего есть и везде есть музыка так что не надо говорить про вот эти вот западные европейские музыкальные построения средневековые мол это самая лучшая идеальная музыка ничего подобного это никакая не идеальная музыка это просто вот такая музыка есть такая есть другая есть 3 5 10 и все такое прочее так вот это одно из действительно таких невероятных достижений это тоже игре о первом альбоме но про первый альбом я уже говорил есть ролик можно его найти там в плейлистах или где-то еще у меня на этом самом он в моем так называемом блоге да но после первого альбома как вы все знаете баррету стало нехорошо в силу употребления разных препаратов в силу его изменяющегося сознания хотя говорят что он не сильно ты болел многие считают что у него были серьезные психические отклонения но это очень хорошая сочная яркая информация для журналистов для всяких бы то писателей исследователей так так называемых исследователей творчество вот чего я ненавижу когда человек говорит я буду исследовать творчество вот это вот не надо исследовать творчество творчество автор создает свои произведения творит не для того чтобы их исследовали а для того чтобы их воспринимали как они есть но это мое мнение исследователи пускай исследовать ради бога это тоже хорошая работа иногда полезно другое дело что вот эти самые исследователи столько написали психических отклонениях седа барретта о том что он болел что у него тяжелые там действительно медикаментоз какие-то уже такие медицинские были штуки да это очень ярко очень соблазнительно все писать да и читать про это а псих сошел с ума так вот люди с холодным носом что называется которые изучают действительно спокойно биографию барретта пишут что ничего подобного никаких у него психических таких серьезных отклонений не было препараты различные на него действовали как и на любого другого человека особенным образом а поскольку он был человеком восприимчивым очень тонким и настоящим художником да они на него действовали достаточно сильно и он немножко переставал играть на гитаре и сочинял что-то такое что было уже неисполнимо практически поэтому в группе он работать не мог хотя потом уже работал сам самостоятельно вполне себе ничего и жил надо сказать спокойно прожил довольно долгую жизнь и я так понимаю что жил свое удовольствие человеку совершенно не обязательно оставаться в группе всю жизнь мне играть и всю жизнь мотаться по концертам совершенно нет эрик клептон говорил что если бы у меня если в моей жизни не было гитары я бы занимался чем-нибудь другим спокойно совершенно это это не обязательно это не клеймо которое ставится на человека и пожизненно на нем остается но тем не менее группа то должна существовать первый альбом прогремел а это очень тяжелая история когда первый альбом получается шикарным все его любят всем он нравится и соответственно году от группы ждут продолжение как минимум такого же масштаба не хуже лучше конечно если будет еще лучше но хуже делать нельзя потому что сразу все скотт а сдулись все понятно первое на первое на первое альбом силенок хватило на втором уже сдулись это уже не то и это конечно страшная трагедия для артистов артисту это переживать очень тяжело вот такие вот отзывы что он сдулся что все там плохо тем более если группа собирается работать дальше например есть другие варианты есть группа франц фердинанд прекрасная которую я очень люблю и господин капранос из группы франц фердинанд после выхода первого альбома который тоже выстрелил как просто как пушка на петроваевской крепости говорил что я вообще не собираюсь вести карьеру рок музыканты это одно из моих увлечений у меня их масса и это одно из это не вся моя жизнь но получилось отлично я очень рад поехали концерты второй альбом третий альбом получается хорошо не будет получаться ничего страшного у меня много других занятий которыми я с удовольствием занимаюсь здесь другая ситуация здесь группа собиралась действительно играть идти дальше и без лидер гитариста без главного композитора без фронтмена каким являлся сид барретт что делать какие песни петь решительно непонятно но пластинка получилась очень интересный потому что с одной стороны они умудрились написать песни абсолютно похожие на то что писал сид барретт идеально просто похоже например песни написанной райтом ммбд и с и соу такое ощущение что они взяты просто из первого альбома и вставлены сюда они настолько оттуда настолько барреттовски тем более что на риммбд барретт еще играл на гитаре здесь так же как и в песне сады контроль суда ход в дэсан песня water со здесь тоже играете барретт на гитаре ну да ладно ну я не говорю о том что джакбенд блюз последняя песня барреттовская и барреттом исполнены но вся пластинка она как будто вторая часть первого альбома как будто продолжение настолько это все в том же самом ключе и вместе с тем уже выход в тот самый пинг флойд которому все привыкли и которые все считают единственным настоящим пинг флойдом там мэдл вешевые ахи и прочие дак сайтов дэмуны уже есть направление в ту сторону но при этом основная концепция основной звук еще вот тот самый от сида баррета и vdr бима light который начинается начинается с такого будущего пинг флойда эти басовые истории water со потом идет достаточно простая достаточно в хорошем смысле попсовая вокальная линия такая а-ля восток немножко а во второй части уходит в психоделические вот эти истории барреттовские прямо вот the paper the gates of dawn номер два продолжение очень здорово remember a day я уже говорил это просто как из первого альбома кусочек с этими барабанами потомом необычными с со странной гармонии которые развиваются в одном направлении потом раз совершенно становится другой фортепианные пассажи какие-то а тональные штучки странная гитара опять-таки сид барретт приложил руку с это контроль с выдах от of the sun замечательная песня замечательный космос все очень хорошо медитация повторение вот этой фразы седа контроль сфа the house of the sun отлично она исполнена отлично исполнялась на концертах в частности очень хорошая версия есть на ума гуми на концертном альбоме ума гума где ее играет уже гилмор на гитаре но играет идеально снятые партии седа барретта один в один все сыграно правда гилмор играет более академично но на это можно закрыть глаза потому что сыграно все а-ля барретт в чистом виде и корпорал клэк закрывающий первую сторону песню вотерса и гилмор здесь играет не свою совершенно музыку совершенно не свою тему он играет в чистом виде фразы барреттовские и со звуком седа барретта и мелодические ходы барретта совершенно не характерные для того что дальше играл вотерс всю дорогу это что он играл и до и после вот этой песни потому что у него все-таки такая блюзовая школа у нас он всю дорогу играет блюзовые фразы везде в любой песни примут а здесь он играет такие ломаные странные построения типа барретта с его же жутким режущим звуком таким очень громко на первом плане гитара в корпорал клэк очень интересно и очень очень неожиданно потому что я я прям был удивлен и до сих пор удивляюсь когда слушаю этот альбом как это без барретта сделали просто а-ля the piper the gates of dawn талантливые музыканты ничего не скажешь манеру выдержали очень точно очень тонко ресурсы full of secrets замечательная вещь которая многократно исполнялась на концертах из четырех частей то что называется авангард но я тоже не приветствую это выражение что значит авангард идущий впереди да это просто музыка просто написали такую пьесу такого авангарда игралась и там и в 19 веке в начале 20 века достаточно много классическими композиторами которые писали музыку выходящую за рамки классических канонов классических построений очень интересно очень много звука разного работы со звуком начинается с плавных каких-то таких вот здравствуй привидения такие штуки потом в середине уход в эти обожаю вот эти вот пинк флойдовские барабаны с томами работа с томами очень громко очень нервно очень очень страшно где-то так потом полный хаос да и выход на хорал такой прямо вот четыре части очень приятные с и соу я уже и говорил песню райта которая очень похожа на сида баррета много частей чудесные вот тебе здесь орган вот тебе здесь фортепиано вот тебе здесь ксилофон неожиданно такие так так такое здоровое хорошее сумасшествие очень интересная музыка очень интересная музыка просто ну и джагман джагман блюз здравствуй сид баррета ты еще в сознании ты еще в студии ты еще можешь играть петь сочинять и джагман блюз прекрасная закрывашка этого альбома что можно сказать постарались получилось с большим удовольствием всегда слушают этот альбом это переиздание уже не знаю какой по счету потому что pink floyd одна из тех групп которые переиздаются бесконечно и будут переиздаваться еще много-много я думаю раз также как и битлз например переиздание которых ну просто не счесть после вот этой серии уже что-то вышло еще но я не знаю не попадалось мне мне кажется какие-то еще были серии после вот эти переиздания но тем не менее пластинку я рекомендую иметь всем слушайте внимательно потому что она если и слабее чем the paper the gates of dawn то не знаю наверное не слабее наверно на не слабее она она более как-то она немножко более умозрительно немножко более выдумано потому что первый альбом не производит ощущение выдуманности он такой вот прямо какое-то божественное откровение а этот такой немножко умозрительный все-таки придуманность вот в нем слышно это придуманность но она опять-таки правильная придуманность выдержан стиль абсолютно и добавлено немножко новизны к этому стилю в целом прекрасно за это надо выпить пошел пить пока